привет друзья хочу поделиться с вами своими впечатлениями о ранговых боях начался второй сезон будет еще третий сезон но лично для меня второй сезон уже закончился провел я в нем 140 боев прошел все три дивизиона получилось 95 нищих процента в тот момент когда я прошел занимала 400 место потом через пару часов я зашел глянул уже было 800 место видно что люди сейчас очень много кто доходит до конца и дальше таких людей будет все больше и больше поэтому какое место у меня будет итоговая не сильно понятно но в целом уже не особо то и важно сейчас объясню почему пока я проходил этот второй сезон ранговых боев я получил в награду там что-то 6 или 7000 бон пару тысяч наверное голды еще получилось я честно говоря особо не считал еще там всякий мусор нападал но в целом это не важно самое главное что я заработал 4 жетона и один жетон у меня был с первого сезона в первом сезоне я прошел квалификацию получил один жетон и больше не играл в ранговые бои поскольку желание не было вообще во втором сезоне я прошел квалификацию получил еще один жетон прошел еще три дивизиона получил еще по одному жетону в итоге получилось 4 и того в сумме получается нас 5 жетонов еще в следующем в третьем сезоне мне нужно просто пройти квалификацию и 3 дивизиона как попало просто вот просто дойти до конца неважно с каким результатом я получу еще четыре жетона 5 плюс 4 9 это минимальное количество жетонов которые необходимы для того чтобы получить для вас и для меня наверное главную награду рановых боев акционную пт-10 пт-соу 114 sp2 китайская монстр пт-шка с огромным дырном и какой-то невероятной маскировкой как для своего размера получу это ведро по стримлю его для вас будет возможность днем отметки набивать просто стримы делать поговорить о в ней видосики поделать в общем этот дополнительный контент для канала для вас для меня это хорошо еще в магазине в ранговых боях там забавно можно покупать танки и камуфляжи на камуфляже говорю сразу мне просто пофиг ни один из них покупать я не буду они мне не нравятся и не нужны вообще ни для чего камуфляже я же вам не буду стримить и брать их не вижу смысла поскольку они мне просто не нравится на мой взгляд они отвратительные там есть еще шарли мэйн какой-то там прям танк восьмого уровня британский тяж и есть еще акционная девятка тяжелый танк американский концепт 1б стоит они довольно таки много в бонах для тех у кого их нет там получается дофига в целом у меня не хватает чтобы купить сейчас но можно получить скидку и довольно таки внушительную если сидеть выполнять задание задания появляются после того как пройдешь три дивизиона в группе вконтакте я скинул эти задания для тех кто хочет посмотреть тех кто не проходили ранги или не играют в них в группе вконтакте эти задания скриншоты лежат в заданиях на скидку чтобы меньше тратить боны на эти танки нужно накатать просто количество боев и попадать там в топ-7 по опыту из 10 человек попасть в топ-7 мы я думаю не сложно это скорее защита от ботов каких-то чем вменяемое задание но чтобы получить максимальную скидку надо накатать таких боев 100 штук и тогда скидка будет реально прикольная и этот допустим британский тяжелый танк премиумный можно будет купить кажется за 6000 бон с такой скидкой я бы купил этот танк даже прям сейчас но без скидки никак не получится а девятка стоит еще больше поэтому сейчас я эти танки покупать не буду и скидку накатывать тоже не буду поскольку 100 боем накатывать это огромное количество времени которое не хочется от меня тратить на ранговые бои вообще никак я их прошел мне уже хватило этих рановых боев дальше некуда и стриме для вас я уже не хочу ранговые бои я думаю они вам уже надоели за эти пару дней пока я их стримил я думаю вы их уже насмотрелись и от моей горящей жопы тоже уже устали поэтому дальше есть смысл уже по стриме чего-нибудь другое какие-нибудь три отметки на другом танке или на каких-то прием танках или какой-то другой контент в общем ранговые бои уже нафиг не надо те несколько стримов которые я сделал и вполне достаточно поэтому остается что ждать третий сезон пройти его лишь бы как-нибудь получить еще четыре жетона в итоге получится 9 получить главную награду это танк китайский честно сказать он мне не особо нужен но для контента для канала пусть будет тем более что не сказал бы что это прям сильно сложно просто надо будет еще дня два помучатся в этом замечательном режиме ранговые бои ну может быть три еще если бы я попадал в золотую лигу я бы получал еще один дополнительный жетон но мне в принципе уже ни к силу ни городу на максимальную награду жетона у меня уже не хватит а пред максимальную награду я получу и так легко если просто накатаю бои в следующем сезоне поэтому попадать золотую лигу особо даже как-то и смысла нет я от этого ничего дополнительного не получу а лишний раз потеть в этот замечательный режим честно говоря не вижу смысла был бы смысл если бы было желание если бы он мне нравился я бы от него кайфовал то я бы запотел но режим ранговые бои мне абсолютно не интересен более того он мне очень сильно раздражает и уходит очень много сил на то чтобы его просто перетерпеть поэтому о каком-то там в результате речи даже не идет то что я накатал в ранговых боях и показывала на стримах это конечно отвратительная была игра и она потянула на серебряную лигу которая может быть концу к 24 января может быть вытянет даже до золотой если слабые игроки вытолкнут меня вверх когда они дойдут до конца они займут место ниже меня я просто поднимусь вверх и может быть попаду в золотую может быть нет может быть наоборот они меня спустят куда-нибудь поглубже принципе мне уже не особо интересно какое место у меня там будет поскольку даже такое прохождение ранговых боев помотала нервы довольно таки сильно я и так потратил очень много усилий для того чтобы хотя бы не гореть сильно на стримах где стримлю просто рандом и беру три отметки и более-менее даже нормально получалось по сравнению с тем как я стремил раньше но вот в ранговых боях терпения не хватило и жопа сгорела неоднократно что значит что есть куда стремиться также пару дивизионов я добил без стрима сыграл по пару боев и без стрима я вам скажу я играю намного лучше в ранговые бои чем со стримом поскольку я молчу и не обсираю картошку не накручиваю себе негативное настроение а просто спокойно и отыгрываю и не отвлекаю сам себя результат заметно лучше это говорит лишний раз о том что вести стримы играть хорошо я до сих пор не научился и держать себя в руках когда происходит негативные моменты в игре тоже поэтому буду стараться развиваться дальше награды эти с рангового режима я получу в любом случае если просто приму участие в следующем сезоне контент для вас сделаю а по самим ранговым боям какой я могу сказать вывод ощущение что карты выбрали самые отвратительные такое впечатление что специально под кранвагена подобрали все канавы которые были по всем картам замечательные бои кранвагенов против кранвагенов и режим в принципе можно было бы уже переименовать не ранговый а кранговый это лишний раз говорит о том что балансы в игре не только карт замечательный но и танков поскольку играют в основном все на одних и тех же на большей части танков никто не играет поскольку они просто никакущие особенно в режиме ранговые бои также балансировщик тоже не справляется и ставит танки друг напротив друга в разных командах абсолютно не сопоставимые не по геймплею не по силе ни почем на мой взгляд ранговые бои это мясорубка в которой нужно просто выжить и попытаться на протяжении этого выживания показать как можно лучше процент получения шевронов странный конечно режим и концепция у него не встречал людей у которых не горит жопа от этого режима популярным я его тоже назвать не могу на мой взгляд у разработчиков этот режим не получился единственно что у них получилось как обычно всунуть на раду которую стримеры хотят получить чтобы постримить а зачем обычным игрокам эти ведра я честно говоря не знаю поскольку они даже не премиумные а просто акционные планки отметок на них будут завышенные и только статистам будет интересно на них набить свою завышенную третью отметку что обычным средним игрокам и даже ниже среднего делать на этих танках просто получить новые пиксели от этого кайфануть это максимум в общем это все странно также еще хочется сказать за этот боновый магазин почему в игре столько боновых магазинов есть магазин для гк есть магазин для ранговых боёв есть просто боновый магазин и много где используются товары за боны но нету одного бонного магазина который включает себя все понабросали везде кучки мусора а порядка никакого игры нет почему нельзя сделать один общий магазин и играя в разные режимы или во все получать скидки поиграл в ранговый режим получил в этом магазине скидку поиграл еще и на гк получил в этот же магазин еще большую скидку поиграл в линию фронта получил опять же в этом магазине еще третью скидку чтобы в итоге накопить скидку реально нормальную а не так что в игре десяток боновых магазинов которые то открываются то закрываются и бегают по всему ангару ищи где он там находится интуитивности и понятности я думаю в этом для обычных игроков не сильно много а так бы игроки заходили в один магазин и из него видели бы что в этом магазине можно скидку получить играя в такие-то такие-то режимы и эти режимы тоже нужно развивать чтобы люди играли не только ради скидки и какого-то товара а чтобы сам режим тоже был интересен но ранговые бои как и большинство остальных режимов сделаны не для того чтобы режим был интересен а чтобы просто в конце награду получить мне эта концепция честно говоря в картошке достала уже но имеем что имеем вот такое мое мнение поделился с вами всеми своими мыслями которые были по этому поводу с вами был арчи карать красиво всем пока а